Тяжелый удар Традиционная стойка в боксе, как правило, такая, с вытянутой левой рукой перед собой Но меня же учили стоять прямо с обеими руками подбородка, что затрудняет положение, ведь тебе тяжелее достать соперника Так что вся тактика позаточена на прыгивании и сериях ударов, смещении стороны и скорость Но с возрастом ты теряешь скорость, появляются иные факторы И такой стиль боя требует слишком много концентрации, слишком много сосредоточенности, понимаешь? Такой стиль боя не оставит тебе шансов на иную жизнь и ринга, и это жутковато Как правило, я держал корпус ниже, ведь большинство парней были выше меня, так что мне приходилось опережать их, больше уворачиваться, дабы нейтрализовать их более длинные руки Фишка джеба в том, кто бьет им быстрее, кто первее бросает его, понимаешь? Когда я был совсем молодым, то в боях отлично пользовался своей защитой Именно из-за этого я был непобедим, ведь я просто шел прямо на этих парней Если бы у меня не было хорошей защиты, то рано или поздно поплатился бы за это И не важно, насколько крепкий у тебя подбородок Моей целью всегда было прикончить соперника как можно быстрее Я не работал на очки, и это было неожиданно для них, что так же было у меня на руку В этом весь смысл поединка У каждого, конечно, свое мнение, но по моему личному опыту Не знаю, это типа искривленного зеркала Дело не в том, кто ты, дело в том, кто ты по мнению твоего соперника, понимаешь? Я не монстр и не зверюга, но он-то думает, что я именно такой Врубаешь? Вот в чем фишка, это вроде актерского мастерства Да, я очень нетрадиционный, потому что мой тренер учил меня, что обычный стиль боксирования типа такого И это понятно, потому что так ты можешь достать рукой дальше Но мой тренер учил меня драться вот так, во фронтальной стойке Здесь все связано на скорости, координации и силе, и все решает доли секунды Если ты проморгаешь и не успеешь, то схватишь удары И с возрастом я стал пропускать много ударов, так как медлительность ведет к пропущенным ударам Это стиль для молодых, так что Ну, дело в том, что все происходит не в вечер самого поединка Это начинается со дня, когда бой подписан Или в тот день, когда ты начал мечтать о том, чтобы подраться с этим парнем Но в тот момент еще был вне рейтингов Вот когда все начинается Это не просто, потому что мы имеем дело с человеческой натурой Эмоциями, чувствами, особенностями характера Произойти может все что угодно Вот почему мы, можно сказать, играем друг с другом Никогда не знаешь, что он выкинет Парень, который был бомжом, вдруг оказывается на высоте, оставляя всех в дураках А парень, который был настоящим убийцей, в один прекрасный день может сказать Сегодня я не хочу делать этого Так что никогда не знаешь, чего ожидать Ты никогда не узнаешь, что у них на уме Но это соревнования, это наша работа И будь то слабые точки или дух соревновательности Неважно в какой момент от подписания на бой Мы должны найти что-то, то, что сломает их Это будет значить, что мы лучше, чем он Что мы были выше его в этот день Гормоны роста Я бы стал использовать гормоны роста, как и все остальные спортсмены Это то, что сделал бы меня лучше Я бы использовал их, да Потому что моей целью никогда не было стать суперпопулярной звездой Я просто хотел быть лучшим, понимаете Вот в чем была моя цель Они бы не смогли этим заняться Почему же? Не знаю Вот моему ребенку исполнилось 14 Моему старшему сыну 14 лет И то, чем он обладает в свой 14 Этого же я добивался всю свою жизнь Так что он не сможет быть таким Ведь у него уже есть все это В свои 14 у него то, чего я добиваюсь всю жизнь И до сих пор не добился То есть ему не за что биться Ну типа того Они к этому не предрасположены Возможно для какой-то другой битвы Политической битвы Возможно битвы в медицине Или активистской борьбы Но ставят свою кровь на кон В прямом смысле этого слова На глазах у миллионов людей Не думая, что в них живет подобное нутро Они до сих пор дети Типа, когда они видят этого Тайга Этого парня по кличке Тайга Трейс Сонгзи и тому подобных Они просто тают Даже пацаны Типа, о господи, это же он, пап! Понимаете? Когда же я был пацаном Я смотрел на тех, кого я собирался побить Когда достигну тех высот Мне выпадет этот шанс Чтобы узнать, что такое Настоящее величие Они просто из другого теста У них нет фантазии Но я не могу винить их в этом Ведь мы родились в разных мирах Я совершенно уверен в том Я, Майк Тайсон и Каз Диамата В стиле Я совершенно уверен в том Что стиль ничего не значит Намного важнее твоя мораль Чем твой стиль Насколько сильно ты хочешь этого Насколько сильно горит Это твое желание Достичь величия И с этой точки зрения Твой стиль совершенно не важен Потому что тебе нужно достичь Той цели Независимо от того Хорош ли твой стиль боксирования Или стиль силовых ударов Задача в том Чтобы захватить этот триумф Понимаете? Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!